В социальных сетях разразился скандал. Решение правительства о повышении пенсионного возраста вызвало большой общественный резонанс. Моментально появились различные мемы, саркастически высмеивающие данное распоряжение и правительство. Ранее, 16 июня 2018 года, правительство Российской Федерации внесло в Госдуму законопроект о повышении пенсионного возраста в России для женщин на 8 лет и на 5 лет для мужчин. Повышение планируется проводить поэтапно, начиная со следующего года. Это, я считаю, просто-напросто опускание населения ниже уровня прожиточного уже в 100 раз. 80% опрошенных отрицательно относятся к перспективе повышения возраста выхода на пенсию. Особенно резко высказываются горожане, которым оставалось всего несколько лет до заслуженного отдыха. В общем-то, уже сейчас хочется 52 на пенсию, а работать до 58 вообще в наших условиях при такой зарплате и налогах и все остальное, это очень сложно. Конечно, против. Пусть одумаются, пусть встанут на наше место и подумают, стоит ли. Это очень сложно и это очень тяжело для нашей страны, тем более какая пенсия, еще и ждать до такого возраста, конечно, это маразм просто. И у нас все в шоке от того, что так резко повысили не 2 года, не 3, а 7 лет женщины. Это такое ощущение, что нас наказали за что-то, а за что мы сами не знаем. Волгоградцы уверены, повышение пенсионного возраста негативно скажется на их уровне жизни. Опасения горожан связаны с отсутствием рабочих мест для людей пенсионного возраста и необходимостью дольше выплачивать налоги. А имущественный налог это очень обременительно, каждый год его прибавляют за недвижимость и за все остальное. А теперь получается, мало того, что не только 5 лет останется доплатить этот налог, а еще плюс 5 лет. Во-первых, работы нет и не будет. Потом пенсионеры никому не нужны и получается это обременение. То есть получается, если мы официально работали, платя налоги, платя пенсионные это, то теперь придется закрывать бизнес, чтобы не платить эти налоги, которые мы вряд ли когда дождемся. И то же самое все это будут делать все остальные. По словам правительства, с проведением реформы пенсия в среднем увеличится на 1 тысячу рублей в месяц. Волгоградцы недоверчиво отнеслись к этому заявлению. Да нет, скорее всего нет. Я не верю в это. Это настолько подорожает. У нас товар, инфляция будет такая высокая, что только в том случае что-то повысит. Но это уже будет незначительная сумма. Вряд ли. Вряд ли. Я не думаю так. Как повышают у нас по 100-200 рублей пенсию, вот лично моих родителей, такие пенсии. Это просто смешно. Я не думаю, что. Ну, может быть. Но все равно индексация-то идет. Вот с каждым годом цена меняется. Но это все все равно к этому и придет. Опять же, на том же уровне будем. Волна недовольства прокатилась по всей стране. 1 июля в десятках городов России прошли митинги против пенсионной реформы. Но немногие горожане осмелились выразить свой протест. Для тех, кто не готов выйти на улицы, есть другой вариант показать свое несогласие. В интернете создана петиция против повышения пенсионного возраста, которая адресована президенту Владимиру Путину, премьер-министру Дмитрию Медведеву и Федеральному собранию. Инициатор петиции, Общероссийское объединение профсоюзов Конфедерации труда России, уверен, что в большей части регионов люди не доживают до заявленных реформы лет. Петиция уже набрала более 2 миллионов 600 тысяч подписей. Следующая цель – 3 миллиона. Продолжение следует...